В городе Надбугов в ноябре 2021 года появилось место, которое на время стало домом для людей без определенного места жительства. По адресу улицы Минжинского работает отделение ночного пребывания для граждан. Услугой могут воспользоваться лишь те, кто действительно имеет статус лица без определенного места жительства. Обитель бездомных чем-то напоминает хостел. Отличие от бюджетной гостиницы в том, что за проживание в доме ночного пребывания платить не нужно. В здании несколько жилых помещений, рассчитанных на 12 человек – 8 мужчин и 4 женщины. В комнатах стоят двухъярусные кровати со свежим постельным бельем, тумбочки и по паре стульев. Но самое главное, что попавший сюда может рассчитывать на ночлег, одежду и время для решения вопросов, касающихся восстановления документов и трудоустройства, а также выдачу средств личной гигиены и постельного белья. Всяко лучше, чем в сырых подвалах прозябать. Решением Брестского городского исполнительного комитета 1 ноября 2021 года было открыто отделение ночного пребывания для лиц в беспределенном месте жительства. И получается, что сейчас 1 ноября на носу исполнится два года. Отделение ночного пребывания предназначено для оказания услуги ночного пребывания для лиц, которые, если просто сказать, потеряли жилье. То есть, согласно действующему положению, в него принимаются лица, которые раньше имели регистрацию в городе Бресте, ну, утратили потом ее, или которые имеют регистрацию в городе Бресте, но по объективным причинам, ну, не могут проживать, в силу сложившихся семейных бытовых обстоятельств. Как правило, когда наступают, ну, ухудшаются погодные условия, то спросом пользуются, люди приходят. Ну, и хочу сказать, что не то, что пришел, мы его сразу положили на койку, мы помогаем противиться за комиссию, потому что живут люди в общежитии, чтобы были все здоровы, никого не могли заразить. В такую ситуацию попал Александр Солодуха. Еще будучи молодым, мужчина связался не с теми, так сказать, друзьями, которые за дня в день любили выпивать и каждый раз подстрекали на это Александра. Чтобы не отставать от компании, мужчина стал употреблять алкоголь, сам не заметив, как спиртное начало появляться на столе регулярно. А в его стакане утонули личная жизнь, здоровье и дом. Из-за своей зависимости мужчина попал в ЛТП, а вернувшись, стал никому не нужен. И на перевалке работал, и на бэмзе работал, и на газопараде работал. А потом там выпил, там выпил. Раз попал, второй еще, то друзьями выпишешь, то, то, все. И вот так вот, потиху, по малу. Особой такой тяги не было. Раз попал, второй, и все. Местом спасения для Александра стало отделение ночного пребывания в городе Бресте. Что такое алкоголь, мужчина уже даже знать не хочет. Оно и правильно. Ведь именно он и слабый характер сыграли с Александром злую шутку. Раньше, как говорится, то друзья, то это, как это, друзья пьют, а ты вроде молодой, здоровый, как надо, за компанию. Сейчас просто уже такой компании нету. Я уже и сам не хочу с ними связываться. Грубо говоря, выпей, и что дальше? Все. Конечно, жалею. Но, как говорится, что уже получилось, назад не вернешь. Сегодня мужчина стал на путь исправления, ведь так жизнь продолжаться больше не может. Получаю по инвалидности пенсии. Купил продукт. Не пропил, а купил покушать, положил в холодильник. Надо пришел, отрезал, поел. Пошел, помылся, в туалет сходил. Ну, пришел, вот телевизор идет. Посмотрел новости там, что показывают. И лег, поспал, утром встал, вот пошел. Куда на работу? Ну, участникам, участникова работа. А кем участник стоит? Ну, как? Рабочие. Ну, разнорабочие, скажем так. Получить крышу над головой может абсолютно каждый. Главное – соблюдать правила проживания и пытаться наладить свою жизнь. В тяжелую жизненную ситуацию попала и Татьяна Сухуцкая. Казалось бы, женщина не пьет, а прятно выглядит. Что может быть не так? Ее в свой дом не пускают родные дети. Я приехала, чтобы восстановиться, ну, нарушены были наследственные права. И вот уже в течение года я добиваюсь, с детьми сужусь. Потому что два года назад умер муж, и наследство все переписали на себя дети. И никак не могу добиться справедливости. Ну, сейчас уже окончательное решение будет 3 ноября. У подруг проживала непонятно где и непонятно как. Ну, сами понимаете, друзья друзьями, но долго жить там невозможно. Я опять обратилась на Халтурина 8, вот, в кризисный центр. Они мне пошли навстречу и сказали, говорит, есть у нас вот ночлежка. Я говорю, мне без разницы, мне без разницы. Мне главное, чтобы было место, где можно было переночевать. Новых постояльцев принимают с 18.00 до 20.00. Как только человек прошел все необходимые процедуры, дверь закрывается. И он до 8 утра остается под наблюдением соцработников и милиционера. Выходить на улицу категорически запрещено. Если эти люди, которые действительно пришли сюда для того, чтобы стать на путь исправления, все вышеперечисленные правила будут соблюдать безукоризненно. Ведь именно здесь им готовы дать почву под ногами, от которой можно оттолкнуться и начать жить сначала. Ряд людей мы социализировали, потому что мы оказываем такие вот услуги, если можно сказать. Помогаем восстановить паспорт, получить регистрацию по месту пребывания. Организовываем консультацию у врачей-специалистов. Начиная там кожного нейрогические, онкодиспансер, тубдиспансер. Ну практически все виды услуг, потому что все у них практически не люди больные. Потом оказываем помощь в получении банковских, пенсионных карточек. Потом многие у нас люди инвалидов или еще не получили инвалидности. Помогаем пройти медицинское МРЭК. Это комиссия, которая позволяет получить ту или иную группу инвалидности. Анастасия Мережкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.